Утро понедельника для жителей дома по улице Мира, 73, началось с самого настоящего потопа. Прямо позади меня находится источник проблемы. Реки стекают на придомовую территорию, хлещет непрерывно с ночи, говорят жильцы. Как следовало ожидать, этот дом и близлежащие остались без воды. Но это еще полбеды. Им приходилось преодолевать квест, чтобы выйти сухими из воды. Вставал, не было. А утром 8 часов проснулся, думаю, весна наступила. Я, наверное, часов 10 увидел, думаю, все, по стенке идут. А потом увидел лужу. Не повезло, конечно, водителям, которым сначала нужно попасть к автомобилю, а потом попытаться выйти из ледяной каши. Такая задача не всегда под силу даже опытным автолюбителям. А вот если молодые люди еще могут перепрыгивать такие участки, то для пенсионеров эта задача может обернуться травмой. Редко выхожу на улицу. Человек пожилой. Вот сейчас пошла, вот упала. Упала, вот тут переходила. Причина аварии в повреждении трубы 100 миллиметров. Первым делом перекрыли воду и потом начали устранять аварию. Сотрудники Березняковской водоснабжающей компании приложили все усилия, чтобы в максимально короткие сроки восстановить подачу ресурса. В 13.48 работы на водопроводной сети были завершены. Дорога на прилегающей к дому территории очищена от наледей и воды при помощи экскаватора. Также оперативно сотрудники Березняковской водоснабжающей компании устранили последствия потопа в районе второго универсама. Очистили дорогу и убрали наледь. Но хочется, чтобы таких аварий вовсе не возникало. Однако, учитывая состояние водопровода, в желании могут столкнуться с суровой реальностью. Евгений Шаров, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.